Торговая марка Лучиана презентует телепроект «Вкусные истории». Моё почтение, дамы и господа, с вами «Вкусные истории» от торговой марки Лучиана. Сегодня вы услышите историю о чаепитии, интересные факты о чае, и, конечно же, побывайте в гостях у кондитеров торговой марки Лучиана. Чай по праву завоевал всеобщую любовь сотни лет назад. Учёные всего мира ведут серьёзные исследования свойств чая, чтобы узнать, чем он полезен. Обратимся к научным фактам. Чай – один из древнейших и полезных напитков на Земле. И это правда, если мы говорим о настоящем, качественном чае и его правильном употреблении. Вот самые известные факты о пользе чая. Чай стимулирует жизненные функции организма, повышает работоспособность, обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Содержащийся в чае витамин П укрепляет стенки кровеносных сосудов и предотвращает внутренние кровоизлияния. Зелёный чай участвует в процессах регуляции уровня сахара в крови. Чем выше сорт чая, тем больше в нём калия, который необходим для нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы. Чай стимулирует процессы пищеварения и способствует лучшей усвояемости жирной пищи. Несомненно, жизнь без чая скучна и неинтересна. О чае сказано так много, что вы наверняка удивитесь и спросите, а что же можно ещё о нём рассказать? А вот, оказывается, можно. В разных странах свои особенные традиции. Россияне предпочитают пить чай с вареньем, англичане – с молоком, в Китае – с жасмином, а в Америке обожают чай со льдом. Культура чаепития распространилась по всему свету. Что роднит чайные традиции разных стран, а что отличает? Япония – страна восходящего солнца. Для японцев чаепития намного больше, чем просто времяпрепровождение. Чай в Японии пьют перед едой и после еды. В основном зелёный, реже жёлтый. Его пьют маленькими глотками, без сахара и иных добавок. Традиционные японские чашки не имеют ручек. Их объём примерно от 50 до 150 мл. Кроме повседневного чаепития, чай пьют во время японской чайной церемонии. Чайная церемония тесно связана с японской культурой, религией, философией. Она возникла в буддийских монастырях и только после стала частью светской жизни Японии. Чайная церемония – это действие, в котором участвуют устроитель церемонии и приглашённые участники, не более пяти человек. Чаепитию предшествуют угощения. Как правило, подают рис, суп, рыбу, саке и сладкое. Но главное всё-таки чай. Чаепитие начинается после трапезы. Японцы заваривают чай не самым обычным способом. Тяною включает в себя приготовление двух видов напитка – крепкого и слабого. Самое главное здесь правильно выбрать количество чая и температуру воды. Гости пьют чай из одной чаши. Первым пробует главный гость. Затем он вытирает край чаши салфеткой и передаёт её второму гостю и так далее. Совершив круг, чаша возвращается к хозяину. Официальная часть церемонии завершена. И хозяин заваривает чай в отдельные чашки. Гости, выпив чай, переворачивают чашку вверх дном. Чаепитие завершено. Англичане считаются самой чаепьющей нацией в мире. Они пьют чай не менее трёх раз в день. На завтрак, в час дня и в пять часов вечера. Знаменитое традиционное английское чаепитие «Five o'clock tea». Ключевое понятие английской чайной традиции – этикет. Для английского традиционного чаепития необходим чайный сервис, чай, предпочтительно классический чёрный, закуски, а также небольшая ваза с живыми цветами, желательно белого цвета. Англичане пьют чай с молоком, с сахаром и лимоном. Чай принято наливать в молоко. К чаю подаются пирожные, булочки с изюмом, а также различные джемы и масло. В общем, всё, что можно положить или намазать на выпечку. Едят выпечку с тарелок при помощи ножа и вилки. Чаепитие на Руси – это признак хорошего тона, а задушевный разговор за чаем – национальная русская традиция. Чайные посиделки были любимы всеми российскими сословиями. Существовало несколько субкультур чаепития. Например, в дворянском кругу пить из блюдечка считалось вульгарным. Нельзя было так же дуть на чай, чтобы остудить его. Но купеческое, мещанское и крестьянское сословия правилами особо не заморачивались и делали так, как их отцы, деды и прадеды. И, конечно, какой чай без сладостей. Зародившись на Востоке сотни лет назад, чайные церемонии вошли и в нашу культуру. И теперь мало кто из нас откажет себе в удовольствии неспешного разговора за чаем с тортом, вареньем и пирожными. Да уж, от пирожных к чаю отказаться трудно. Практически невозможно. А что мы знаем о них? Вот где и как их изготавливают? Сейчас вкусная часть нашей программы. За ответами на наши вопросы мы отправимся к мастерам сладкого искусства, кондитерам торговой марки «Лучано». Сейчас мы расскажем вам, как приготовить пирожное фигара шоколадное. Основой для его изготовления является крошка из предварительно подсушенного медового полуфабриката. Помимо этого компонента существует еще ряд ингредиентов, каждый из которых выполняет определенную роль. Например, патока крахмальная предохраняет продукцию длительного хранения от засахаривания. Молоко, защищенное, вареное и жир кондитерский являются связывающими компонентами массы. Какао-порошок, сироп карамельный, а также кондитерская дробленная глазурь придают особый вкус, цвет и аромат готовым изделиям. Из подготовленных ингредиентов во взбивальной машине готовится масса медово-шоколадная, которая после этого отправляется на линию изготовления пирожных фигара шоколадный. Все вышеперечисленные продукты закладываем во взбивальную машину, где они тщательно перемешиваются на определенно заданной скорости. После того, как наша медово-шоколадная масса готова, мы выгружаем ее из взбивальной машины и отправляем на линию изготовления пирожных. После настройки квалифицированным работникам всех необходимых параметров, которые позволяют обеспечить соотношение масса, начинка и вес заготовки, линия начинает свою работу. При изготовлении нашей продукции мы используем только проверенные натуральные продукты высокого качества. Отсаженные пирожные переносятся на конвейер, где они покрываются кондитерской глазурью, оформляются шоколадной крошкой и после охлаждения укладываются в специальное упаковочное средство – корокс. Пирожные обязательно взвешиваются и затем раскладываются в упаковочное средство. Далее корокс герметично упаковывается в металлизированную пленку, что обеспечивает экологичность производства. Чай с пирожными «Фигара» шоколадная, приятное удовольствие и залог хорошего настроения. Готовые изделия упаковывают в красочные картонные коробки и вкладывают в гофроящики, дною вверх которых, согласно требованиям государственных стандартов, прокладывают оберточной бумагой для обеспечения санитарной безопасности при транспортировке продукции в магазины. Торговая марка «Лучьяна» желает вам приятного аппетита! Ммм, просто объедение! Попробуйте! А я прощаюсь с вами в следующей программе «История о светлом празднике Пасха и секреты творожного торта» от торговой марки «Лучьяна». Так что смотрите «Вкусные истории». До встречи! Лучьяна. Искусство вкуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова